Мы уже привыкли, что в Зазеркальном мире в одной и той же программе могут сегодня обсуждать грязное белье Джигурды. Эта сестра говорит, что браташ была, а я говорю, что к урону колол ей меня не было. А уже в следующем эфире анализировать политическую ситуацию в Украине. Действительно, эта крымская весна напомнила всем нам, что такое быть россиянами. Мы поздравляем всех вас, всех людей, благодаря которым произошло этого серебро-соединения. Все больше откровенно желтых программ, которых политические темы касаться не должны, обсуждают ситуацию в Украине и мире. В прошлом году к списку добавилась программа «На самом деле». Добрый вечер. Это программа «На самом деле». В этой студии невозможно солгать по простой причине. Наши гости подключены к датчикам, которые безошибочно дают нам знать, когда герои говорят правду, а когда лгут. Сегодня тестирование проходит президент Украины Петр Порошенко. Мы хотим составить частный портрет политического деятеля глазами тех людей, которые знают его лично. Сегодня в студии журналист Константин Долгов. Отметим, что до этого среди тем программы были внебрачные дети певца Прохора Шаляпина. Но это цирк чистой воды. Личная жизнь Армена Джигарханяна. Так было ли похищение или нет? Кто на самом деле оставил Джигарханяна без имущества? И правда ли, что бывшая жена замышляла его убийство? Или даже алкогольная зависимость непонятных особей. Это вам нельзя пить? Мне нельзя пить. Но я пила. Ну как? Ну вы дурочка что ли? У вас гастрит, и вы шарашите водку. И вот в эту же студию пригласили якобы друзей Порошенко, чтобы те еще раз повторили все шаблонные фейки российской пропаганды про украинского президента. Сегодня в студии журналист Константин Долгов, напротив, приверженец киевской власти, политолог Вячеслав Ковтун. В этой студии Лена Бойко, журналист, который с 90-х следит за тем, как развивается и складывается жизнь нынешнего президента Украины. Если это друзья Порошенко, то ведущий не меньше, чем Папа Римский. Здравого смысла в этой программе ноль. Зато ваты в головах доверчивых россиян прибавилось. Хорошая очень уловка для того, чтобы люди не спрашивали, что там у Димона, да, был фильм «Он вам не Димон», а думали, вот Порошенко бизнесмен, вот Саакашвили проворовался и еще что-то. И при этом полностью будут закрывать глаза на то, что делает окружение Путина. Да, пропаганда уже не та. Они больше не снимают сюжеты, хоть и фейковые, с места событий. Зачем заморачиваться, если трэш можно искусственно создать в студии с помощью купленных экспертов и шоуменов? Мы сейчас в последнее время политику обсуждаем. Я вообще первый раз обсуждаю политику, но сейчас буду привыкать обсуждать политику. Вам не показалось. Это Ольга Бузова. Шоу-вумен родом из скандальной программы «Дом-2». «Ты знаешь, какой я маг? Я сейчас тебе все расскажу!» Про отсутствие мужского тепла в жизни В прошлом году стало одной из соведущих шоу на Первом канале Господа, просим покинуть помещение Дальше действовать будем Мы! Подождите! Я тоже хочу действовать Премьера сезона По официальной задумке, четыре ведущих из разных сфер должны были представлять женский взгляд на происходящее в России и в мире И в этой программе нет ничего феминистического Это чисто антифеминистическая программа, цель которой есть укоренить такой стереотип о том, что женщины дуры, женщины стервы, женщины истерички Никакой свежей точки зрения, все по темникам Кремля, просто из женских уст Вот в первой программе расхваливали Рамзана Кадырова, в чем как раз пригодилась Бузова Я, девочки, знаю Рамзана Ахматовича лично И... Вот порся, мы следим за тобой, Оля Четыре подарки дарит Рамзан Ахматович Он потрясающий мужчина, потрясающий муж И как он посвящает себя и свою жизнь Республики, то есть он всего себя отдает, он решает все вопросы Он отвечает на все сообщения, в директ, не директ А разговор о допинговом скандале в Олимпийской сборной России Четыре псевдофеминистки каким-то невероятным образом сумели свести к обсуждению размера груди А у меня, между прочим, на самом деле, девочки, тема груди для меня вообще актуальна Потому что я... Наконец мы перешли к серьезной... Я считаю... Дальше в студии появляется пластический хирург И зрители сразу же забывают о коррупции в Олимпийском комитете Ведь скандальная певица уже тянется к силиконовым имплантатам Можно я немножко, да, приложу? Можно даже приложить Смотри, побежала сразу, как увидела Примерять помчалась, конечно Вот это вообще твоя... Пальчики, я вам нравлюсь А это можно на полу? Нет, нет Выпали? Ну и самый сок – это вечные слезы Бузовой в прямом эфире Как вообще можно оскорблять девушку? Она в традиционном для Дома-2 формате В любой ситуации, где не согласна с ее мнением Включает шаблонную дурочку Что вам под ее горло встало? Чего она меня в сердце и в сапах взрывает? Вот честно, Оль, вот честно Артур, ну она очень ранила, девушка Я не понимаю, что еще мне сделала Секундочку Работаем вместе Вы что, мне не дают говорить вообще? Вы что, меня перебивается постоянно? Мне это неинтересно вообще Давайте, работайте втроем Ольга, возвращайся Ольга Игоревна, вернитесь, пожалуйста Ты есть профессионалист, когда человек остается в студии Нет, я не вернусь Мне это нахер не надо Реши меня перебивать все время Феминистическое шоу деградировало в торжество сексизма Программа только подкрепила все возможные стереотипы о бабах Пока телеведущие идут в политику Меня зовут Ксения Собчак Мне 36 лет Политика уверенной поступью все больше захватывает ТВ Меня зовут Летучая Елена Мне 38 лет Я такой же гражданин Российской Федерации, как и вы Так сразу и не найдешь отличий Но первое видео Предвыборный ролик кандидата в президенты РФ А второе Реклама нового проекта на Первом канале Мы с вами часто сталкиваемся С несправедливостью С непрофессионализмом С обманом Я не могу пройти мимо таких ситуаций И всегда пытаюсь решить проблему и отстоять правду Елена Летучая известна в РФ по российскому аналогу программы «Ревизор», Который некоторое время назад вела на телеканале «Пятница» Черт-те, что у вас творится! Ревизора Облаченная во все белое, она несла чистоту в общепитой великой и духовной Но недавно решила поменять белое платье на темный депутатский костюм Перейдя на, как она сама выразилась, главный телеканал страны Потому что первый канал поддержал мой проект Однако ощущение создается, что Елена Летучая не телеканал поменяла А вступила в единую Россию И выдвигается, если не на пост президента, то депутата как минимум Замахнулась теледива на святая святых Проблемы насущные простого российского народа Пришло время вступить в новый бой Совсем скоро будет построен штаб плетучего отряда Именно здесь я и моя команда будем принимать заявки со всей страны Однако и ее помощь при ближайшем рассмотрении оказывается какой-то фейковой Бороться с системой, судя по комментариям, она не собирается Не стоит ждать прямой линии с президентом, когда у нас просто такие элементарные проблемы Как, например, грязная больница Если призвать людей, сказать, друзья мои, давайте все вместе соберемся, устроим субботник и просто помоем больницу, поможем людям Вот, кстати, кадры проверки той самой больницы, в которую нагрянула Летучая Ремонт в больнице не проводился со дня открытия еще при Союзе И обычным субботникам тут точно проблему не решить Но это же первый, самый, что не есть рассадник пропаганды Вы мне зуб не заговариваете В общем, посыл такой Нечего жаловаться, решайте свои проблемы сами, товарищи А то привыкли у президента помощи просить Да деньги из бюджета клянчить Население платит налоги И в их правах это требовать от власти, чтобы на уплаченные налоги они получали продукт Но здесь пытаются поменять формулу Налоги платите, глаза на коррупцию закройте А то, что надо сделать, сделайте еще за свои деньги Кстати, сделав свое пропагандистское дело, Летучая, как заправский чиновник Едет снимать стресс в Италию А провинциальная больница так и остается с гнилыми стенами да тараканами Говорят, что телевидение подстраивается под то, чего требуют массы Но не в России Там зритель смотрит то, что хочет показать ему Кремль Сирия Украина, естественно, собирается братцы-американцы Путин 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 Владимир Владимирович Путин Путин Да, это чисто такая дымовая завеса, сквозь которую скрывают реалии российской политики Каждый второй россиянин, благодаря такому количеству информации, поступающей ежедневно, давно может получить магистрскую степень по политологии без посещения учебного заведения Не, мы не тупые, мы секем всю политику И стоит отметить, это работает Заметьте, никто не обвиняет кремлевских небожителей Куда там жаловаться, когда в мире творится такой трэш Сама Хиллари Клинтон, она не очень по мужикам А Хиллари Клинтон, вы плохие янки Во всем виноваты враги, Украина или хотя бы инопланетные рептилоиды Ну а Путин на этом фоне Всемогущий Путин